Сегодня в Беларуси стартовал «Тыдень лесу». В Гомельской области для посадки подрихтовали больше за 8 миллионов древ. Плануется, что свой уклад в примножение лесного фонда унесут около 10 тысяч человек. Вероника Гамзюкова так само приняла удел у республиканской акции. Доброохотная акция по посадке древа проходит уже в 12-й раз. Все лета она присвечена году Малой Радимы и 75-й годю вызволения Беларуси и немецко-фашистских захопников. По этой причине особую увагу нададут мемориальным комплексам и воинским похоронениям, размещанным в лесном фонде региону. В планах закласти аллеи памяти до этой знаменальной даты. На текущей неделе была заложена памятная аллея в Житковичском лесхозе, в местах высадки разведывательных групп в тылу врага во время Великой Отечественной войны. Акции «Тыдень лесу» 2019 проходят под девизом «Сажают древы и тымга на Руся. Будь зеленой моя Беларусь». Головное мета мероприемства – притягнуть увагу громадскости до проблем лесного фонду. С каждым годом до акций долучается все большая колькость человек, а не которые становятся ее постоянными удельниками. В том году ездил на такую же акцию, очень понравилось, решил в этом году повторить. Для меня эта акция очень важна, мы должны тоже природе помогать. Плануется, что свой уклад у примножения лесного фонда Гомельской области унесут каля 10 тысяч человек. Усяго в Гомельской области высадят больше за 8 миллионов сеянцев на площу больше, чем 2 тысячи гектаров. Для беларуских лесов эта акция вельми актуальная, поскольку по всей краине лесники смагаются с такой проблемой, как вершинный караед. Для соседей, которые были повреждены, практически все вырублены. То есть проблемы сейчас большой такой нет. В нашем лесничестве было в прошлом году вырублено порядка 80 тысяч сплошных санитарных рубок по караеду. Поэтому леса нужно эти восстанавливать, что мы сейчас и делаем. У Гомельской области подрихтовано больше за 600 участков для посадки сеянцев в рамках этой акции. Она протягнется до 20-го красавика. Вероника Гомзюкова, Сергей Лукашук, Тельрадоя компания Гомель.